Президент Александр Лукашенко поручил сегодня правительству прекратить транзит российского газа через территорию Беларуси. Эта мера вынуждена и продолжится до тех пор, пока Газпром не погасит свой долг за транзит 260 миллионов долларов. Об этом президент заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Глава государства четко объяснил причину такого принципиального решения. Оно связано с ограничениями на поставки российского газа в нашу страну до 85%. Этот циничный поступок Газпрома создает угрозу экономической безопасности белорусского государства и фактически ставит под вопрос бесперебойную работу наших предприятий. Отдельные же заявления руководства России просто унижают белорусский народ. Говорят, это хозяйствующих субъектов спор, но я только не понимаю, как это спор хозяйствующих субъектов может перерасти на уровень высшего политического руководства страны. Это уже не спор хозяйствующих субъектов. Извините, когда нас начинают унижать не то котлетами, не то колбасой, маслом или блинами, мы это воспринимаем как оскорбление белорусского народа. Так не подобает вести президенту дружественного соседнего и союзного государства, президенту, который возглавляет фактически один народ в Беларуси России. Второй премьер, знаете, что уяснило белорусов. Да Беларусь можно перешагнуть, вы смотрите, чтобы потребители в Европе не пострадали. Ну, такого цинизма мы не ожидали от руководителей России. Почему я так возмущен? Тот долг, о котором сегодня трезвонит Газпром, он сложился за январь, апрель. 192 миллиона. По нашим расшотам 187. Ну, не принця. В это время мы пытались договориться с руководством России, потому что Газпром прямо нас отправил. Скажут нам там, мы оставим вам прошлогоднюю цену. Мы только начали выходить из этого кризиса. Нам так тяжело сейчас начали разгружаться склады. Пошла торговля из России на 51%. Мы увеличили торговлю за этот период времени к уровню прошлого года. И нам так тяжело сейчас. И хотелось бы, чтобы Россия в этот момент поддержала экономику Беларуси, не увеличивая цены. Не надо понижать. Как в Украине, на 30% понизили. Венгрии там обещаете понизить или уже понизили. Не надо понижать. Дайте нам вот этот год, чтобы мы по прошлогодним ценам поработали и восстановили экономику. Вы прекрасно знаете, что наша экономика это слепо к вашей экономике. Это финишное производство России. Сегодня наши предприятия получают от вас комплектующие сырье на финишное производство. Там, где занято почти 15 миллионов человек в России. То есть Беларусь, жадко говоря, это часть экономики России. Поэтому нельзя говорить так, что вы знаете, это там другая страна, другая экономика. Мы ничего не знаем. Ну хорошо, если нас Россия вытолкнет и по комплектующим, то мы не пострадаем. Вместо Ярославского двигателя купим в Детройте. Я уже говорил вчера о Николае Платоновичу. Вместо коробки передач российской в трактор автомобиль купим у других партнеров. Они предлагают это. Ну а тысячу рублей подорожает автомобиль или трактор. Что от этого выиграют те 15 миллионов человек? Я повторяю то, что сказал Медведев. Поэтому тот тезис, что это все не наше, чужое, это неправильно. Это элементарно. Так вот, этот долг мы пытались договориться с Россией, с российскими партнерами, в том числе на самом высшем уровне. Я вел переговоры с Медведевым и Путином. И платили по прошлогодней цене. Таким образом, но от нас потребовали на 20 долларов дороже. Мы эти 20 долларов не платили. Образовался этот долг. Мы не договорились. На 1 мая этого года не договорились. Ну ладно, не договорились. В мае мы полностью вам заплатили так, как требует Газпром. А тот долг 192 остался. Мы попросили, дайте нам рассрочку. Потому что дело не в том, что в стране нет денег. Деньги у нас есть, но они свободных денег нет. Мы не можем с золотовалютных резервов взять деньги. Нам надо курс рубля поддерживать. Мы не можем взять с бюджета деньги, потому что они тоже там расписаны. Дайте нам хотя бы 2 недели для того, чтобы собрать это 192 миллиона и вам перечислить. Нет. Мы ничего ждать не будем. Перечисляйте нам 192 миллиона. Хорошо. Я сегодня одолжил эти деньги у своих друзей. И мы вам в ближайшее время эти деньги отдадим. Но печально, что мы у чужих людей, нам дали эти деньги в течение одного дня, одолжили. А Россия 2 недели подождать не могла. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, я вас информирую как министра, на сегодняшний день Газпром нам должен до 260 миллионов долларов, учитывая май месяц, за транзит газа. Я приказал сейчас правительству перекрыть транзит через Беларусь, пока не заплатят за транзит Газпром. Они нам за это полгода ни копейки не заплатили. Слушайте, до какого цинизма, абсурда можно дойти, когда ты должен мне 260 миллионов, я тебе 190 миллионов, и ты начинаешь меня заворачивать в ельце. Вот в чем проблема, понимаете? Вопрос не в том, что мы такие идиоты и не выполняем контракт. Это они не выполняют контракт. Мы молчали, мы об этом не говорили. Они там мямлили устами пресс-секретаря, что мы что-то не подписываем и так далее. Что мы не подписываем? Мы не подписываем, что какие-то документы, чтобы 260 миллионов получить. Мы им предложили. Мы вам 192 должны, вы нам 260. Приведите там зачет, разницу нам перечислите там 70 миллионов. И на этом закроем вопрос. Нет, и это мы не хотим. Хорошо, перечисляйте нам 260, мы вам мгновенно перечислим на завтра 192. Но это же разумно. Нет, и этого не хотим. Значит, здесь уже неприкрытое давление. Я только не понимаю, зачем оно надо. Но уже хотя бы подождали, уже сегодня этой недели, не делали в день начала войны. Ну, это что, символично? Это специально это сделано? Абсолютно этого не понимали. Мы строим таможенный союз. Решили ввести таможенную пошлину на нефть для всех членов таможенного союза. Ладно, это в какой-то степени было понятно. Но нам вводят таможенную пошлину, продавая нефть в два раза дороже, чем Казахстан. Я спрашиваю, Медведев, зачем вы отдаете им за полцены нефть? Они сами добывают 90 миллионов, 11 миллионов только потребляют. Они нефть продают в Китае. Вот недавно, вы знаете, трубу построили, вторую строят. Зачем вы за полцены продаете им эту нефть? Ответа нет. Хорошо, это не наше дело. Но почему такое отношение в таможенном союзе к одному партнеру и совершенно иной к другому партнеру? Я вот этого не понимаю. Я уже не говорю о том, что таможенный союз – это беспошлиное пространство. Более того, я предложил пойти дальше, убрать всякие протоколы и ограничения по автомобилям, по увозу шмоток этих казахи просили там какие-то сделать. Я говорю, никаких не должно быть отходов. Вот чистый таможенный союз, свободное пространство. Ну и таможенные пошлины надо снимать. Если мы ратифицируем все документы 1 января, мы таможенные пошлины снимем. Ну я говорю, а если не ратифицируем? Мы ратифицируем, без проблем. Но ведь там будущие документы, но ведь там у них начнутся с россиянами и казахами спор по доступу к трубе. Газовой, нефтяной трубе казахи требуют сегодня от России. Дайте нам равный доступ. Это будет проблема. Я уверен, что они не так быстро договорятся. И мы не сможем ратифицировать. Они не смогут ратифицировать эти документы. Поэтому, ну, чем обосновано? Ну, почему сегодня мы не отменяем пошлины? Почему мы оттягиваем? Ну, думаю, ладно, надо лицо сохранить. Давайте сделаем первый шаг. Отменяем с 1 июля пошлины на нефтепродукты, которые мы здесь вырабатываем. Отменяем пошлины. А на нефть, когда ратифицируем там с 1 января. Нет, и на это мы не пойдем. Мне сегодня непонятно поведение руководства России, потому что, ну, это выглядит странно. Странно выглядит. Идет непонятное какое-то давление. Не мы должны сегодня Газпром. Газпром должен нам 70 миллионов, если провести взаимозачет. 260 миллионов они нам должны за транзит. 190 мы им должны за эти 4 месяца, которые мы вели переговоры. Это абсолютно точно. И они это признают. Как сообщили сегодня Минэнерго, Беларусь полностью рассчиталась с Газпромом за потребленный в мае природный газ. Причем не дожидаясь перечисления денежных средств от Газпрома за майский транзит российского природного газа по нашей газотранспортной системе и газопроводу Ямал-Европа в страны ЕС. Министерство энергетики также подтвердили, что Газпром сегодня утром снизил поставки газа в Беларусь до 30% суточной нормы. В настоящее время созданы оперативные штабы на предприятиях Белэнерго, Белтопгаз и Белтрансгаз. Координирует их действия Минэнерго. Ряд электростанций Беларуси переведены на сжигание резервных видов топлива.